Ну, что было звучать, как бы более выразительно. 49 стихотворений. Из них, вот сколько было, типа графских. Этот с виду маленький мальчик уже успел внести большой вклад в историю культуры родного города. Серёжа Гилёв, ученик пятого класса, сегодня на научно-практической конференции представляет работу, за которую не осмелило взяться ни одно издательство. Старые вырезки из газет и написанные от руки стихи иркутского сказочника Василия Стародумова. Серёжа нашёл в детской библиотеке имени самого писателя. Его творчеством он проникся во время одной из лекций. Потом Сергей подошёл после уже лекции и спросил, а можно мне взять сборник стихов и почитать? На что Татьяна Михайловна, заведующая в библиотеке, сказала, говорит, вы знаете, а это проблема. Нету сборника. Потому что стихи, оказывается, есть только в таком вот виде, в архивном. Получилось, что организовалась целая школьная акция. 49 стихотворений набирали дети пяти классов начальной школы. Кто-то там набрал 9 стихотворений, какой-то класс 15 стихотворений. На 22-й по счёту конференции «Мой город» работу школьников оценили по достоинству. В направлении «Литературное краеведение» Сергей занимает первое место. Конечно, не без помощи родителей и педагогов. Но самое главное, что инициатива вернуть иркутянам литературное наследие принадлежит именно детям. Общими усилиями они смогли перевести в электронный формат около 50 стихотворений, которые до этого не выходили в печать. Автор мне сам понравился, но что самое обидное, что стихотворений не было его. Можно сказать, почти вся школа помогала. Начальные классы помогали. Мой классный руководитель и сейчас вот другой классный руководитель помогали. И даже мама мне помогала с самой работой. Сегодня сотрудники библиотеки имени Стародумова пытаются связаться с родственниками писателя и получить разрешение на издание сборника с его стихотворениями, которых у автора около 300. Ведь литературное наследие Иркутска не должно оставаться в тени. Анастасия Куренова, Александр Барановский. Новости сейчас.